я спрашиваю кто звонит звонить не надо я сам позвоню а теперь кое-кого выбросила вам не слышно кто звонил то никого нет или что здесь есть но мне не за ним ну кто же звонил то надо узнать а теперь остальные это могут присутствовать или нет я не знаю ну будем так делать то звонить никто не имеет права она все за всех только сергей делает это я тоже всем не звоню но тут спрашивать не буду кто все тут номер 508 события дня эпиграф марка 1226 а мертвы что они воскреснут разве не считали за 3 мая 2017 года и вот здесь я показываю как раз что нужно посмотреть границы церкви большой ролик один час 44 минуты почти два часа беседует люди и которые там вопросы задает александр они его забивают он видит правильно неправильно то что православная церковь не нужна и поэтому лучше пойду я куда-то по сектам шататься сохраняя барани бог это еще худшее зло куда сатана сбегает человека если ты видишь что где то не так но начинаю работать мы же вот показываем беда такая же во всех храмах и везде начинаем работать и что ну бог знает что и сеющий поливающий ничто все бог возвращающий я на это сделал небольшой комментарий на этот ролик границы церкви прослушал от корки до корешка слышимость не полная пришлось стоять на коленях перед динамиками если бы оба священника не сказали ни слова то просто по их хихиканьем по взору их очей можно было бы прийти как раз к уже сказанному ими без слов и без комментариев то есть они никакие я не раз говорил уже семинарии академии духовное как они их называют духовное все где крестик стоит эти учебное заведение нужны только для одного уметь оправдать любое беззаконие любое безумие творимое в храмах и в жизни каноны и мох как не нужны и опасны такое было в войну где стояла надпись осторожно мины кто-то убирал эту табличку и гибли люди взрослые малые дети жизнь прожить не море перейти горит не поле перейти в узких проходах ставятся буи горящее светом указующее на подводную скалу или затонувший тут корабль кто-то убирает эти буи и трудные повороты перед этими буями не опознаны если у стектантов и всех еретиков ныне дьявол выставил придуманы им слова конфессия динаминация запомнить эти слова библии нет этими словами дьявол прикрыл слова ересь а ты какой ересь и вот как они должны спрашивать а для бога неважно какой-то еретик желтый красный или черный а ты еще ульянов дворянин говорил нам не разницы нет какой черт синий зеленый или желтый то у православных он дьявол выставил точно такой же целью слова экономия то есть послабление оправдание любого греха преступления напротив этого слова экономия есть слово кривий а кривий это строгость вот строгость должна быть святые говорят ты избери такого наставника строже которого нет во всей вселенной трудно в учении легко в бою суворов первое коринфянам 924 не знаете ли что бегущие наристалище бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить освещение к этого не говорят от всех вообще не считают бежать не надо ты к батюшку приду он грех возьмет на себя неправильно крестит совершенно мокрая ладошка или кисточкой помахал но батюшка же знает он но знает он и что дальше погружения нету крещения не было венчают венцы на голову надевает венчание то нет никакого обман нету венчание это бракосочетание есть а венчание нету это все липо как говорят обман а чтобы обмана не было надо смотреть слово божие 5 глава 20 стих до 8 20 исайя говорит если они не говорят как слово божие нет в них света нет там тьма я называю тима непрорубная не то что непроходимая топором не разрубишь и они все оправдывают все почему а я по-другому то ему нельзя ему жить надо на что-то работать он не знает духовного рождения не имел а его этому натолкали ему по темечка там осипом сидит профессор бритый 80 лет в галстуке может быть масон последних степеней он перепортил всю церковь в тысячи священников выпустил а теперь лукавит перед людьми солом 34 20 ибо не о мире говорят они но против мирных земли составляет лукавые замыслы или имея 23 17 они постоянно говорят пренебрегающим меня говорит господь господь сказал мир будет у вас то есть я прощаю грехи беру на себя зачем может брать на себя когда от своих погиб он ничего не может взять это обман и всякому поступающему по упорству свое сердце говорят не придет на вас беда посмотрите как женщины одеты мужчины ну вот наши общины такие же здесь же в этом же городе и они приезжают к нам и служат священники нас ничто не разделяет хотя мы относимся к рпцз и митрополит здесь же бывает приезжает со своими хористами они молоденькие учатся там видимо в это на курсах там девчонки то сколько-то часов до начала службы у нас всех и переодели как одна одетая как будто они все наши все парни все с поясами стоят языки или 22 28 а пророки и и все замазывает грязью видят пустое и предсказывает им ложное говоря так говорит господь бог тогда как не говорил господь когда вот вижу я такое оправдание греха то образы си и видятся мне как два убийцы в фильме сармат ставящие смертельный укол в тесноте людям подходят и ставят сзади антоний пьянкин пишет начинать нужно как раз с обычной жизни с общиной жизни и в ней взращивание из неискаженного просто один человек заявивший о неправоте в жизни православной церкви должен быть готов к тому что его не примут и будут гнать это пророческое служение тогда когда ты один и бог и больше никого и создать в жизни то о чем говоришь скорее не получится но принеси духовный меч обличения можно принести мое мнение что только через общину можно вернуть православие не за пятность не за пятность в осмете слова божья я пишу на нашем православном библейском сайте к истине один народу там написано второй странице аудио златоуст во свете библии называется сайт православный библейский сайт есть насчитанные труды святого и она златоуста полное собрание его творения в 12 томах это 1169 тем на трехсот тридцати двух файлах дорожках каждый файл в аудио звучит два часа и пять минут общее звучание 12 томов святого и она златоуста в нашем насчитывании шестьсот тридцать один час и 40 минут многие пленки катушки побывали в отделах кгб при аресте лапкина и игнатия а там кое-что было даже стерто обрезаны концы постарались по возможности мы все выправить но хранить пришлось ненормальных для катушечных записей условиях и потому звучание желает лучшего выправить это может только одним заново кому-то перенасчитать все 12 томов не выбрасывая ни слова но без совета со мной к этому непростому делу не приступать это я даю объявление на нашем сайте и вот теперь можно показать какие у нас ресурсы есть но это первую очередь форум наш форум вот я тут сразу и даже не не ждала что откроется он у меня вот где-то минутку сейчас я покажу чтобы видно было вот мой мир это я на почту зашел к себе вот мой мир первую страницу открываю показываю как выглядит страница моя вот она я в шапке есть такая где я с голубем но это модераторы там администрация наших ресурсов запасной сделали а тут вот мой тут написано игнатий лапкин 77 лет то есть 10 июня уже совсем недалеко мне будет 78 вот так и поэтому слава иисусу христу слава и с 10 июня господь благословит до 10 октября буду деревне работать и опять же с детьми заниматься но там выхода такого не будет и поэтому кому нужно по скайпу поговорить внизу напишите под скайпом когда я свободен можно четырех по москве в четырех ночи до четырех дня по москве в это время в этом промежутке я могу принять если уеду четыре месяца выхода в интернет не будет то есть я смотреть могу один раз в день заглядывать но не больше того ну и второе у нас очень большой ресурс это форум православный форум вот я его показываю православный форум игнатия лапкин 1600 тем тем огромных больших тем все очень сильно грамотно составленный форум и в наш видеоканал большой видеоканал где-то вы примерно 7000 8 скоро будет наших роликов 7000 и все по плейлистам легко находить то есть можно находить просмотров у нас 6 миллионов сто девяносто тысяч шесть тысяч восемьсот семьдесят подписчиков говорю чтобы знали и большой библейский сайт вот я его показываю и самое ценное во всем что показал я так считаю это мои ответы в университетах в школах техникумах на радио три программы вел четыре тысячи сто двадцать четыре ответа сохранились но его пара по разным вот что именно здесь сейчас я посмотрю да тут мы на посмотрели маленечко тут я упустил так минутку это я закрою сейчас и нам нужно найти тема одна здесь будет сейчас которую я веду это священство по священству вот священство вопроса отсюда уже обработанные и буду сейчас засчитывать отвечать оттуда с сайта вопрос три тысячи восемьсот шестьдесят второй двадцать шестой том открытым оком это у меня 33 тома по семьсот пятьдесят две страницы книги вышли почему священникам нельзя самим резать овец которых они держат а мясо этих овец ему есть можно если резать грех то он пользуется плодами чужого греха и слышал что священник не может охотиться с ружьем у лескова описано что диакон охотился на дров дров и писаки и его запретили в служении ответ вопрос не по библии апостолы сами резали барашков и сами же ели их матфея 26 17 я показываю вот эти ответы какие по слову божию в первый же день опресночный приступили ученики к иисусу и сказали ему где велишь нам приготовить тебе пасху согласен что если нельзя то пусть и не едят можно и так понимать что если зазираешь какой-то труд то и плодами этого труда не пользуйся а то некоторые считают паспорта грех а сами живут на квартире у тех у кого паспорта потому что иначе тот в частном доме живет как бы он без паспорта квартиру имел стихотворение вот 26 том у меня я отвечаю по слову божию по святым отцам по житиям святым по канонам и одновременно по поэтам 300 поэтов россии за 300 лет кто что сказал на данную тему и поэтому шесть стихотворений на каждый вопрос по дороге лесной по широкому лугу с дальнобойным ружьем осторожно еду шарит ствол по кустам озирает округу и пощаду в себе воплотив и беду путь от жизни до смерти мгновения короче я ведь ловкий стрелок и без промаха бью для порхающих птиц и парящих и прочих чем же я не похож на пророка илью вот разгневаюсь я гром и молния грянет и настигнет стрела и прощайся нева вот я добрый опять как бы солнце проглянет улетай себе птица оставайся жива только птицы хитрые улетают заранее мол на бога надеясь она лучше в и проходит гроза никого не поранив злой ты бог из доверия выбился ты впрочем вот для разрядки достаточный повод на березе скворцы у скворечни своей белогрудая ласточка села на провод восхищена глядит хоть в упор ее бей так за что же бить за доверие значит для того чтобы она нелюдимой было то что даже детишек от взгляда не прячет и гнездо у тебя под окошком свела ты ее не убьешь и пойдешь по дороге они имеют стволе окаянный свинец пуще глаза о с громом и смолнии боги берегите доверие душ и сердец 1961 год владимир салаухин и снова даю эпиграф к следующему стихотворению сирахов 11 6 не гневайся за всякое оскорбление на ближнего и никого не оскорбляй делом серахов 33 23 22 бросающий камень в птиц отгонит их а поносящий друга расторгнет дружбу поверьте первая ошибка не страшна и первая обида не важна и самый первый страх сродни испугу и коль твоей судьбе случилось друг что в первый раз тебя обидел друг не осуждай понять попробуй друга наверное на свете не найти людей ни разу не сбивавшихся с пути сердец ни разу не окутанных туманом и коль у друга твоего стряслась беда сказал не то не тем и не тогда его ошибку не считая обманом друзья что глупый промах мой кленя когда-то отказались от меня для вас всегда мой дом открыт входите всех кто со мной смеялся и грустил люблю как прежде я вас всех простил но только и меня друзья простите расул гамзатов и крестьяц 7 20 и 22 эпиграф нет человека праведного на земле который делал бы добро и не грешил бы поэтому не на всякое слово которое говорят обращай внимание чтобы не услышать тебя раба твоего когда он злословит тебя ибо сердце твое знает много случаев когда и сам ты злословил других покуда грозно ночь глухая царит над сонной землей и лишь дали заря злотая горит от радной полосой покуда мысль в оковах дремлет покуда видит стыд труде покуда человек не в нем лет призыву к свету и борьбе о муза светлый мир мечтаний и песен счастья резвый рой забудь для горя и страданий для битвы с непроградной мглой пускай твои святые звуки борцов уставших оживят и в их сердцах тоску и муки надеждой светлой заменят и грозный крик негодования промщавшись звучно толпой подымет светлое сознание и знамя истины святой туда борцы под это знамя вперед уверенной стопой пускай любви и веры пламя во мгле согреет вас с собой вперед борцы на бой жестокий за свет великий и святой с обглой тяжелой и глубокой смертвящей безотрадной мглой 1878 год год Семен Яковлевич Натсон жил 24 года эпиграф притча Соломона 24 11-12 стихи спасай взятых на смерть и неужели откажешься от обреченных на убиение скажешь ли вот мы не знали этого а испытующий сердца разве не знает наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человеку по делам его про меня говорят он конечно не гений да согласен не мной гордится наш век интегральных и даже других исчислений не понять мне не тот у меня интеллект я однажды сказал океан как бассейн и меня в этом друг мой не раз упрекал но ведь даже извечнейший физик Эйнштейн как и я относительно все понимал и пишу я стихи про одежду на вате и такие без лести я бог что сказал как-то раз мой покойный сосед по палате встал подполз ко мне ночью и вслух зарыдал я пишу обо всем о животных предметах и о людях хотел в тайне женщин любя но в редакциях так посмотрели на это что прости меня муза я бросил тебя говорят что я скучен да не был я в нице да в стихах я про воду и пар говорил эх погиб жаль дружище в запое в больнице он бы вспомнил как я его раз впечатлил и теперь я проснулся от длительной спячки от кошмарных мочей и вот снова дышу в ожидании следующей снова пишу 1950 год Владимир Семенович Высоцкий и снова эпиграф повторяю без помощи Евгения Евтушенко который умер в этом году 1 апреля мне бы это не найти с его помощью с его архивом я сумел это сделать написать целый том в стихах матрия 25 20 и подойдя получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит господин 5 талантов ты дал мне вот другие 5 талантов я приобрел на них оси 10 12 сейте себе в правду и пожнете милость распахивайте у себя на вину ибо время взыскать господа чтобы он когда придет дождем пролил на вас правду прославим братья сумерки свободы великий сумеречный год в кипящие ночные воды опущен грузный лес тянет восходишь ты в глухие годы о солнце судья народ прославим роковое бремя которое в слезах народный вождь берет прославим власти сумрачное бремя ее невыносимый гнет в ком сердце есть тот должен слышать время как твой корабль кону идет мы в легионы боевые связали ласточек и вот не видно солнца вся стихия щебеще движется живет сквозь эти сумерки густые не видно солнца и земля плывет ну что ж попробуем огромный неуклюжий скрипучий поворот руля земля плывет мужайтесь мужи как плугом океан деля мы будем помнить и в лютейшие стужи что десяти небес нам стоила земля 1918 год Осип Мандельштам и снова библейский эпиграф галатам 5 1 13 и так стойте свободе которую даровал нам христос и не подвергайтесь опять югу рабства к свободе призваны вы братья только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти но любовью служите друг другу редко перечитываем классиков некогда стремительно бегут стрелки строго выверенных часиков часики и классики не лгут многое порою не по сердцу нам а ведь в силах бы из нас любой взять бы да как добролюбов с герценом и поспорить хоть с самим собой но к лицу ли их ожесточения нам и любой сомнениями томим нудно точно Гончаров с Тургеневым припирается с собой самим 1967 год Мартынов евреям 3 глава 8 13 стих не ожесточите сердец ваших как во время ропота в день искушения в пустыне но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить ныне чтобы кто из вас не ожесточился обольстившись грехом вот такой был вопрос и такой мой ответ и далее снова вопрос 949 третий том открытым оком это из темы о священстве много ли сейчас рукоположенных священников и действительно ли они рукоположены как это проверить или так прямо и спросить их об этом ответ общее количество всех на земле рукоположенных священников знают только масоны а нам зачем это знать каждому священнику при рукоположении выдается справка ставленная грамота кем он рукоположен где когда если священник документально не может подтвердить свое рукоположение мы не должны признавать его дабы не оказаться обманутыми об этом говорит и библия и каноны соборов первая книга езры вторая глава шестьдесят второй стих глава шестьдесят второй стих вот что-то у меня тут немножко улетело почему-то закрыл видимо я они искали своей записи родословной и не нашлись ее не нашлось а потому исключены из священства повторяю это первая книга ездры вторая глава шестьдесят второй стих и об этом же говорит четвертый вселенский собор тринадцатое правило клирикам чужим и незнаемым в другом граде без представительной грамоты собственного их епископа отнюдь нигде не служить поэтому у нас когда батюшка едет в отпуск он берет с собой эту грамоту мы дойдем справку что у нас священник что он не на запрещении ну и тогда он едет потому что где он бывает ему дорогой там твои знакомые священники в московской патриархии и везде он там служит вопрос шестьсот шестьдесят первый второй том открытым оком а вы уважаете патриарха алексея второго как человека и как священника или он для вас еретик это мне записка такая поступила отвечаю уважать меня совершенно не за что и поэтому я его глубоко не уважаю как за его прошлое товарища дроздова сотрудника кгб так и за настоящее когда он не обречал ни Горбачева ни Ельцина ни Путина он не печалуется за народ ограбленный обескровленный как делал Иоанн Златоус Исаакий Далмацкий митрополит Филипп Колычев но если бы он приехал к нам то я бы оказал ему всяческую честь чтя его сан подошел под благословение я мало знаю его и не знаю даже крещен ли он в полное погружение положение его ужасное я стараюсь следить за всеми его передвижениями и считаю его речи это просто скучный номенклатурный чиновник слова его мертворожденные никого не зажгут и стоит он в окружении архиереев и так это напоминает выставку народного творчества по продажу старинных плетеных корзинок в нем нет ничего апостольского и пророческого моя душа не тянется к нему я ничего не теряю с его смертью и думаю что о нем как и о патриархе пимени никто плакать не будет и забудут как нашего епископа антония барнаульского алтайского патриаршего у него все и всюду было схвачено заключенные договоры с главами администрации с военными но вот внезапно как ветром сдуло с крыши я его ищу и не нахожу даже малого напоминания о нем ни в мирской печати ни в епархиальной я говорю о епископе моседичи антония теперь же мошкара кучкуется вокруг нового епископа максима дмитриева его убрали сейчас у нас здесь в барнауле митрополит сергий иванников кучкуется как ночные сычи отталкивают друг друга рвутся поближе к столу когда знаешь истину то на все это смотреть просто гнусно как сказал прокол златоусту разгони их жезлом владыка всех патриарх алексей ставник мирской власти антиканонищен полностью погряз в сатанинском экуменизме не учит людей прямо по евангелию и контроля над ситуацией в церкви не имеет никакого за что же я его должен уважать а одних средств сколько тратится на его охрану передвижение если бы найти деньги да отправить миссионеров православных по стране но я уж не говорю что было видение как говорят феодосий основатель монашества в россии ему и говорит что у нас не правители а кривители и вы их потворствуете не видать им царствие божие ну просто зарядите видение али феодосия патриарху алексию в гугле в яндекс и вы найдете сразу это вот такой мой ответ ну конечно патриоты схватятся как так не уважаешь я отвечаю мне не за что уважать его вопрос 1442 пятый том открытым оком как судиться с епископом если он что-то отнял у своего клирика или мирянина можно ли подавать на него в суд мирской эти какие вопросы ну к нам приезжал когда наш епископ а это он на занятиях у нас был он говорит я как в подвешенном состоянии себя чувствую люди обычно задают там про покойников помолиться там где за них там ну что-то такое вот ну а тут такие вопросы задают как судить судиться с епископом ответ ну вот если сегодня спросить священников как судиться с епископом можно нет да вы спросите Осипова спросите там самых говорунов какие есть которые много выступают они же даже книгу правил некоторые в руках не держали а если держат это им еще большее обличение в книге правил сборники правил семи святых святых вселенских соборов девяти поместных соборов и правил тринадцати святых отцов церкви вселенской дан регламент на все подобное вся трудность выполнить эти правила сегодня состоит именно в том что нет этой церковной инстанции в епархии которую правило называют церковным судом но теперь как будто говорит есть как будто ну как будто это еще не значит что это суд божий об этом давно идут разговоры но воз и ныне там ну это я отвечал то лет пятнадцать назад ну пятнадцать десять в университетах поэтому за это время много уже произошло в церкви а так как нет этой инстанции значит и все правила о церковном суде совершенно не работают они как бы не существуют но обиды есть их нужно решать законным порядком остается идти в гражданский суд и дело представлять конечную мирскую инстанцию которая это дело вполне может решать даже не будучи осведомлено в вопросах нашей веры им это помогло бы только в момент выявления истины чтобы духом познать и лгут ли свидетелей и дознать истину в чистоте это я уже отвечаю мои слова церковные правила даже не предполагают такой постановки вопроса чтобы не разрешать конфликтов но и не предусматривают даже вероятности что может быть такое вот наше время когда не будет церковных судов тогда остается только идти в мирской суд но вот тут то и сработают все карательные меры успокоительные капли и флаконы закона от епископского упрещения если пойдешь в мирской суд жаловаться на него то есть и священника могут там убрать и запретить остались карательные функции за нарушение неработающего канона ужас какой но правила дают возможность все же обращаться в мирской районный или краевой суд и это нужно знать как это сделать сегодня чтобы не попасть под молотилку церковных правил запрещающих обращаться за справедливость в мирские суды целые века церковнослужители скрывались от справедливых решений и от возмездия за своими братскими епархиальными судами и стонали низшие клирики миряне но бог дал троцкого ульянова сталин и толпами сотнями тысяч поволокли из епархий из-за монастырских толстых стен перед лицом революционных трибуналов и под вышку под тройку или в гулаг так бог наводит порядок и среди тех кто скрывается под сенью своих вымыслов и неработающих законов вытряхивает неподсудных владых перед лицом всей земли подсолнечной вот что говорят церковные правила по материальным вопросам второй вселенский собор правило шестое кавычки открыты не без исследования не допускать обвинителей не позволять всякому приносить обвинения на правителей церкви но и не всем возбранять но если кто принесет на епископа некую собственную то есть частную жалобу как то в притязании им имение или в иной какой-либо потеряно от него неправде потерпенной слово какое то есть потерпел ты при таковых обвинениях не принимать в рассуждение ни лица обвинителей не вера его даже какой-то еретик пришел жалуется принять его подобает всяческие совести епископа быть свободны и объявляющему себя обиженным обрести правосудие какой бы веру он ни был но не прежде могут они настоять на своем обвинении как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым то есть если не доказано будет то это пойдет на них ну допустим они сказали он у меня украл сто тысяч и не доказано сто тысяч теперь ты должен заплатить епископу если бы по производству дела оказались склевещущими обвиняемого епископа но если кто презрев по предварительному дознанию постановленное решение дерзнет или слух царские утруждатели суды мирских начальников то есть уже церковное решение было таковой отнюдь да не будет приемлемо со своей жалобой я канонейшее оскорбление правилам и нарушившись церковное благочиние кавычки закрыты в скобках это правило угрожает наказанием тому кто обращается в мирской суд решив переиграть дело свое после того как по нему уже было вынесено решение церковным судом но если нет вообще этой инстанции церковного суда и нет его уже целое столетие то и угрозы все полностью отпадают карфагенский собор двенадцатое правило кавычки открыты если который епископ чего да не будет подвергнется некоему обвинению и по великим затруднениям не можно будет собрать со многими епископом то дабы он не оставался долго под обвинением да слушает его на суде двенадцать епископов вот епископа судить должны двенадцать епископов собраться а если пресвительность священника шесть епископов и свой то есть семь а диакона три епископа ну где это сегодня есть он самовластный владыка сидит он незаконом ничего не знает любой митрополит епископ единорично все решает лишает там саунов еще не знаю даже карфагенский собор пятнадцатое правило рассуждено так же чтобы кто бы то ни был из епископов или пресвятеров или диаконов или причетников если имея возношение в церкви дело обвинительное или тяжебное отрещаться от церковного суда и восхочет оправдаться перед судилищами светскими лишался своего места хотя бы и не в пользу его решение последовало и сие по делу обвинительному по делу тяжебному да лишается того что приобрел по решению дело если хочет удержать место свое в скобках в мирские суды кто обращается пренебрегший суд церковный но когда нет первой инстанции церковного суда то перед человеком остается только вторая первая же инстанция как не существующая и наказать никого не может я помогал священнику в то время тут был епископ вот этот самый Максим Дмитриев с отца Павла Ермоленко из камня на оби соврал сорвал ризу отнял крест магнитофон и так и не отдал и уехал ограбил это страшно и в морской суд так и не обратились я беседовал с прокурором края по Роскуном Юрием Федоровичем генерал-лейтенантом я говорю вы сами как-нибудь я даю знать что несправедливость но я зачем от них-то жалобы нету я говорю ему нельзя подать иначе его запретят ну он ушел ушел из патриархии куда-то к Агафангелу то есть а им разницы нет раз он неверующий бывает епископ то еще спрашивать Карфагенский собор двадцать восьмое правило кавычки открыты если кто из епископов подвергнется обвинению обвинитель да представить дело к первенствующему в области то есть к митрополиту которая принадлежит обвиняемой и да не будет обвиняемой отчужден от общения разве когда быв призван к ответу грамотою не явится в суд избранных судить его в назначенное время то есть в течение месяца от того дня в который под ознанию получена им грамота то есть точно что он получил вызов в суд епископ не пришел в течение месяца тогда уже отделить чтобы он не вел службу если же представить истинно необходимые причины препятствовавшие ему явиться к ответу против того что на него предоставлено то преддосуждение да имея свободу к оправданию в течение другого месяца да не будет в общении доколе не очистить себя доказательствами по делу если же перед всего все целое лето того собор явиться не восхочет в течение года да вы по крайней мере тем дело его окончено было ну в больнице было или в командировке то имеет быть сужден как произнесший приговор сам против себя во время же в которое он остается вне общения да не приобщается ни в своей церкви ни во всем пределе то есть не причащается напротив того доносителя на него если никуда не отлучался в одни рассмотрения дело его отнюдь да не возбранит сообщение а кто обвинял подал жалобу он может причащаться но если удалиться и скроется то епископ да будет возвращен в общение а сам доноситель жалобщик да изринется от общения впрочем так чтобы не была отъята у него свобода подтвердить обвинение если может доказать что не предстал к суду не по нехотению а по невозможности то есть или арестован был или в больнице сие впрочем явно есть что если во время движения дела в суде епископов опорочено будет лицо доносителя то не должно принимать от него обвинения разве только пожелает он рассмотрение своего собственного а не церковного дела собственное это ну его там обидели куриц украли там и а церковное это по церковным делам в скобках даю если речь идет о имущественном споре то никаких ограничений в зависимости от статуса нет кто бы ни был может требовать свое от обидчика хотя бы это патриарха карфагенский собор 29 правило если пресвитер или диакон обвиняемы будут то по собранию узаконенного числа из ближайших мест избираемых епископов которых обвиняемые вопросят то есть при обвинении на пресвитера шести а для диакона трех епископов вместе с ними собственный обвиняемых епископ исследует принесенные на них обвинения с соблюдением тех же правил касательно дней и сроков и исследования и лиц обвиняющего и обвиняемого дела же по винам прочих клириков един местный епископ да рассмотрит и окончит ну каких клириков там ниже там и под якон там кто видимо так карфагенский 73 собор подобает просите я всем да благоволяту законе чтобы клирика какой бы он ни был степени осужденного за какое-либо преступление судом епископов не было позволено защищать от наказания ни той церкви которой он служил ни какому либо человеку а чтобы в наказание за сие положено было денежное взыскание или решение чести и да повелевать повелевать чтобы к извинению в том не был принимаем ни возраст ни пол вот и понимай карфагенский собор правило 90 определенные сие когда состоящих в клире бывает донос и объявляются некоторые обвинения тогда счастью для отклонения нарекания на церковь счастью ради достоинства клира по каковым причинам и оказывается им снисхождение счастью для избежения гордого злорадования еретиков и язычников если желают как и должно защищать свое дело и попищить о доказательствах своей невинности да учиняться и в течение года в которой должны быть вне общения если же в течение года вознеродят очистить свое дело то есть пожаловались а сами в суд не приходят то после всего никакой глаз от них да не приемлется после этого хоть сто раз жалуйся уже не принимать бумагу в корзину карфагенский собор 117 правило постановлено если кто из клира будет просить от царя рассмотрения о себе в светских судилищах лишь он будет своей чести если же будет от царя просить себе суда епископского отнюдь да не возбранится ему сие видишь как будет от царя просить суда епископского чтобы царь повлиял как то вот я этим правилом карфагенский 117 воспользовался и пошел ходатайствовать чтобы суда епископского просить отцу павлу отнюдь да не возбранится ему сие скобках через это правило можно и ныне судиться с обидевшим тебя епископом если обратишься прокуратуру или суд чтобы они ходатайствовали о вознесении твоего дела в церковный суд но такого суда нет церковного вообще на белом свете ныне тогда мирские власти сами могут возбудить уголовное дело а ты не виновен ты сам не писал заявление в суд и церковное эффективное правило не нарушил никак вот ты ж вот я это уже все знал и пошел и судьи мне которые я судился много лет только после реабилитации 11 лет и получил компенсацию за похищенного у меня в мирскими властями они мне говорили вы говорят в судебных делах лучше нас уже разбираетесь конечно не лучше четвертый вселенский собор правило девятое если который клирик с клириком же имеет судное дело да не оставляет своего епископа и да не прибегает к светским судилищам но сперва да производят свое дело у своего епископа или по изволению того же епископа избранные обеими сторонами да составят суд а кто вопреки сему поступит да подлежит наказаниям по правилам если же клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело досудится в областном соборе если же на митрополита области или епископ или клирик имеет неудовольствие да обращается или к экзарху великой области или к престолу царствующая Константинополя и перед ним досудится карфагенский собор правило 144 положенное сие не принимать доносов от всех рабов от отпущенников тех самых на которых доносить хотят и от всех которых гражданские законы не допускают к доносам о преступлениях также от всех на которых лежит пятно бесчестия то есть от позоричных позоричными назывались артистки актрисы и от лиц к срамным делам прикосновенных ну к срамные дела какие там она работает где-то в проституции там и другие также от еретиков или еленов или иудеев то есть жалоба не принимается на епископов но не по мерзким делам по церковным впрочем у всех от которых не допускается такое обвинение да неотъемлется свобода приносить жалобу по своим делам четвертый вселенский собор двадцать первое правило от клириков или мирянда носящих на епископов или на клириков не принимать доноса просто без исследования но предварительно исследовать общественное о них мнение вот мне характеристику давал местный митрополит русская народная линия запросила там петров какой-то то местный епископ митрополит наш сергий ответил митрополит под судом церковным не состоит и отклонений догматических канонических у него не выявлено как будто кто-то выявлял но нету нету меня выявляли везде книги мои исследовали и в Одессе передавали и в Загорске это Троиса Сергия Лавры и Дворкину давали и в Почаево отсылали еще несколько епархий и ни звука ни одного слова ниоткуда я говорю а почему а мне ответили они что самоубийцы вопрос 1886 седьмой том открытым оком если случалось что священники не слушались добрых архиереев то что они с ними делали это мне вопросы которые задавали в университетах по радио ответ мой или наказывали или запрещали или совсем отлучали было и похуже что ослушников настигала смерть это вообще-то некоторые люди которые мерзкие это послушают ну не поверят а другие задумаются евреям 1317 повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны ибо они неусыпно пекутся о душах ваших как обязанные дать отчет чтобы они делали это с радостью а не воздыхая ибо это для вас не полезно 3 иоанна 10 стих посему если я приду то напомню о делах которые он делает диатреф понося нас злыми словами и недовольствием с тем и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви и далее я беру жития святых геннадий 31 августа патриарх призвав всего клирика патриарх начал увещевать его отечески исправляя его духом кротости но видя что он оставался неисправимым повелел слегка наказать его когда же тот продолжал быть неисправимым и наказание не действовало на него патриарх послал одного из слуг своих в храм мученика при коем находился Харисим умолять мученика чтобы он сам исправил бы или отсек его от церкви преданного грехам клирика своего храма посланный придя в храм стал пред алтарем и просевший руку ко гробу мученика сказал святой мученик Елиферий патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного что клирик Харисим совершает многие беззаконие и творит соблазны посему ты исправь его или отсеки его от церкви после всего на другое утро Харисим был найден мертвым тихотворение честь защитить достоинство жену жилье достаток место у кормушки быки рогами недруга прижмут цыпленка коршин с высоты на мушку баран с разбегу лбом по лбу соседа копытом бьет легавый жеребец и голубь клювом долбит не безвредно оставит пес на память нам рубец верблюд плюется щиплет гусят а в человеке скотный двор зверинец на нем зарезанный в егдашах висят вся экология и мирный выстрел гринпис там где учение христа не прижилось и сам спаситель нежеланный вестник тысячи крат усиленная злость не просто мухомор но атомный навесит еще от первой мировой войны не примерли израненные вдовы но толстосум кидает измошны подлодки выстроены и к войне готовы а безоруженный младенец не бессилен таким и видится всегда христианин невозрожденные от ярости сбесились и выбивает только клином клин завет спасителя неветхого завета преображает в ангелов убийц и загоровы рушатся наветы в прощении нашим потеряют смысл что значит филаретовы враги то божьи то отечество то наши придет к нам с ятаганом и брагим а к ним с мечом с невы наш дядя саша то есть александр невский сквитались как считает мугольками и не на этом свете а в гиене пока что клацает зубастые клыками собаки лютые на прошлогоднем сене и еще вопросик о священстве ах ты не увеличено мелко ух ты вопрос 1412 пятый том открытым оком вопрос нас исповедуют священники как оказывается почти везде они спрашивают об одних и тех же грехах что это у них есть на это какие-то инструкции чтобы разузнавать что и почем а их кто исповедует это их главный поп он их расспрашивает только о таких же главных грубых грехах как они нас или все же глубже копает но почему же тогда ничего не меняется какие они были безмолвные отчужденные от народа такие же остаются почему то вопрос ответ есть специальные вопросники о чем же священник должен позаботиться в чем утопают их паршивые овцы должен быть дух божий на молитве чтобы совесть судить судила за грехи а не так чтобы перечесть и сдать грехи батюшки и по новое на новое подвиги ринуться нарушая посты говорят я потом покаюсь батюшка снимет грех это языческое представление о спасении тут индульгенциями не торгует бог для священников есть другой гостиниц ибо с ним будет более строгое взыскание с них премудрость соломона 6.8 начальствующим предстоит строгое взыскание испытания далее пособие для исповеди современному священнику некоторые распространенные грехи священнослужителей первое крещен неправильно в состоянии неверия и проведения мокрой ладонью по голове и когда узнал что являюсь не крещеным а только моченым то ничего не предпринял то есть каюсь чтобы исправить положение принять правильное по апостольскому пятьдесятому правилу крещения с троекратным полным погружением в воде и то что я уже был священником это немало не должно было мне препятствовать совершить правильно это святое таинство каюсь за свое малодушие и лукавые оговорки что будто бы и такое крещение в кавычках было в равно спасительным и правильным этими словами я самооправдывался указывая на это нужду стесненные обстоятельства марка 16 16 кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет апостольское правило пятьдесятое если кто пресвитер или епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайна действия но одно погружение даваемое в смерть господню да будет извержен ибо не говорил господь смерть мою крестите но идя научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа второе рукоположен будучи неверующим во Христа по Евангелию может быть ради корысти легкого заработка почести ради почета ради легкой безбедной жизни каюсь в этом первое петра 5 2 посите божие стадо какое у вас надзирая за ним непринужденно но охотно и богоугодно не для гнусной корысти но из усердия иеремия 6 13 ибо от малого до большого каждый из них предан корысти и от пророка до священника все действуют лживо все ничего не зная об истинном назначении священства по великому неразумию и даже по безумию своему и по дерзости окаяны принял я этот священный сан и творил все вопреки истинному назначению сана как теперь отвечу застой великую порчу виноградника божия священник есть пастырь пастух а церковь его есть виноградник о как велик гнев его на негодных рабов иеремия 12 10 множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой любимый участок мой сделали пустую степью Захария 11 17 горе негодному пастуху оставляющему стадо меч на руку его и на правый глаз его рука его совершенно иссохнет и правый глаз его совершенно потускнеет 3 имел препятствия для рукоположения то есть уже после крещения хотя бы оно было и в младенчестве были совершены смертные грехи это разные виды блуда убийства колдовство несмотря на то что апостольские правила и соборы запрещают рукоположение таковых и священный сан не должно было принимать даже если благословляет духовник и епископ если грехи эти после крещения были 1 тимофея 3 6 7 не должен быть из новообращенных чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую Матфея 23 2 и сказал на моисеевом седалище сели книжники и фарисеи каюсь что рукоположен в дьяконы до 25 лет и в священники до 30 летнего возраста что есть преступления против канонов 6 вселенский собор 14 15 правила каюсь виновен и меня нельзя священником называть 4 жену обрещенную мне взял не девственницу или артистку что ставило мне препятствие стать священнослужителем апостольское правило 18 19 феофила 4 левит 21 13 14 в жену он должен брать девицу вдову или отверженную или опороченную блудницу не должен он брать но девицу из народа своего должен он брать в жену 5 в чем кается священник нарушение священнической присяги служение не по священному описанию книги правил став священником будучи сам невозрожденным духовно не имел горячей и ревностной веры во Христа готовности на любую жертву только бы угодить спасителю Христу от этого и других не смог же зажечь этой верой не проповедовал всем и каждому о спасении во Христе так как сам не был утвержден в этом не ревновало о том чтобы в церкви было служение на родном на разговорном на понятном всем языке от того и народ погибает в невежестве что ничего не понимает а за спасение считает присутствие на богослужениях и чтобы только отстоять службу и я сам не понимаю церковно-славянского языка все время думал и другим говорил что понимаю его и эту ложь я повторял всю жизнь бессовестно лгал себе и другим каюсь 1 коринфянам 4.19 14.19 но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке это отвечает на вопрос что где исповедуются священники в каких грехах Луки 11.44 горе вам книжники и парисеи лицемеры что вы как гробы скрытые над которыми люди ходят и не знают этого шестой пункт не было у меня горячей веры к чтению изучению слова божия библии от этого и других не смог приучить искать ответы на духовные вопросы в священном писании не научил людей ставить во главу угла святую библию за православное учение считал то что основано не на слове божием и не на писаниях святых отцов авторитет священника епископа ставил выше священного писания святой библии иоанн 11 10 кто ходит ночью спотыкается потому что нет света с ним 2 петра 1 1 19 и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращайтесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших псалом исаи 8 20 обращайтесь к закону и откровениям если они не говорят как это слово то нет в них света иеремия 14 18 выхожу я на поле и вот убитые мечом вхожу в город и вот истоевающие от голода даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно седьмое кает что отрицал необходимость и важное знание изучения всей библии считая что ветхий завет современному христианину считать не обязательно и ианн 5 39 исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне 1 тимофеев 4 16 вникай в себя обучение занимайся им постоянно ибо так поступай из себя спасешь и слушающих тебя 2 тимофея 3 16 все писание богодухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности восьмое крестил людей не обратившись от всего сердца к богу без длительного многомесячного научения крестит мочение проводил мокрую ладонью по головам крестил вместо полного погружения чем утверждал их в мертвом состоянии мнимой веры таким образом обманывал оставлял людей без веры подталкивая их в погибель Матфея 23 13 горе вам книжники и фарисеи лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете я сейчас буду местописания только называть Матфея 23 15 горе вам книжники фарисеи 9 не занимался главным своим делом ежедневным научением людей истинно православной вере так как сам так и не познал что такое есть православная вера считая за веру богослужения исполнения треба обрядов пт. тим. 4 2 малахи 2 7 еремея 2 8 не научился сам правильно совершать крестное знамение и тому не учил других небрежному маханию руки бесы радуется говорит ян златоуст сначала нужно совершить крестное знамение донося руку до лба чрева правого и левого плеча и только затем затем нужно поклониться так чтобы рука могла достать до пола до земли а не так что крестец одновременно кланяется 10 брал деньги назначал цены за таинство молитвы требы каюсь михея 3 11 а то есть самая настоящая симония смертный грех симона волхва мотфея 10 8 11 пункт допускал или даже благословлял торговлю храме притворе церковной ограде иоанна 2 15 иеремия 7 11 мотфея 21 13 языки или 28 16 12 пункт каюсь принимая исповедь разрешал все грехи даже самые тяжкие без должной длительной эпитемии как определенно соборными канонами отнимая этим у человека возможность истинно раскаяться запечатывая его в состоянии греха утверждая во вседозволенности показывая ласковое преступность исходительное отношение к греху проявлял так называемую экономию дьявольскую придумку или наоборот невниманием к духовным нуждам равнодушием или своим непристойным поведением отталкивался человека от церкви это священник должен так каяться 1 тимофеев 4 12 языки или 34 21 языки или 33 8 сафония 34 13 пункт после серьезных грехов допускал человека к причащению толкая его на иудин грех напрямую погибель допускал к причастию явно нераскаянных грешников не готовы стать участниками вечери господней 1 коринфян 11 30 насаждал неправильное отношение к причащению главное причаститься тем самым принижая значение таинства до обряда механического условия спасения будто это важнее чем жизнь во христе или оправдывал такое отношение к таинству условиями времени языки или 22 26 14 правило совершал таинство брака над неверующим повинуясь духу времени сознавая что зачастую людей привлекает красота обряда без осознания сути этого таинства и ответственности перед богом не зная приходящих нередко венчал уже не раз венчанных при живых их женах иначе и быть не могло если церковь сделала поход сделали проходным двором венцы не надевали на жениха и невесту риммам 7 3 посему ну прочитаете первая маковейская 2 12 пятнадцатый пункт для людей фактически неверующих ради денег совершал бессмысленные требы освещения домов машин магазинов и так далее воспитывая в них потребительское отношение к церкви не проповедовал им покаяния и веру во Христа заперев этим для них врата царствия небесного Матфея 23 13 Псалом 105 35 стих шестнадцатое воспитывал теплохладное отношение к вере потакая мирским привычкам мнимых православных нарушения поста неприличная одежда косметика курение пьянство бородобритие участие с язычниками в их праздниках и так далее благословлял детей на участие в безбожных утренниках во время постов посещения театров и церковых представлений Матфея 18 6 обязательно эти места которые я не успеваю просто говорю прочитать семнадцатая позволял женщинам ходить в храм в мужской одежде в коротких юбках с разрезами на них с непокрытой головой с косметикой и в украшениях серьги цепочки и прочее благословлял их в таком виде даже им подходить к святой чаше второзаконие 22 5 на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок перед господом богом твоим всякие делающиеся мерзок то есть мерзавки в храме стоят мерзавки причащаются мерзавки и не только где-то ни на работе нигде она не должна быть в брюках в штанах должна быть в юбке где бы она была там на своем участке на даче трудиться дома ли уборкой занимается восемнадцатое смысл духовной жизни посомок сводил к частому посещению богослужений частой исповеди частому причащению неблагоговейно формально совершал богослужения стараясь о внешнем благолепии и не заботясь о духовном состоянии прихожан нанимал безбожных артистов для хоров Матфея 23-27 14 стих 19 пункт не осознавал своего положения предстателя молитвенника за людей не научился молиться горячо и сосредоточенно конкретно своими словами а все повторял чужие слова трафаретно грубо понимал отношения человека к Богу из-за этого не смог и других научить молиться согрешил отсутствием страха и равнодушием к Богу Откровением 3 15-16 20 отпевал неверующих самоубийств умерших во грехе без покаяния во время запоя отпевал всех без исключения лишь бы мне сказали что умерший был крещен этим всевал в души людей страшный соблазн что будто бы можно спасись для вечности живя как хочешь лишь бы только родственники тебя отпели в храме это есть языческо-шаманское представление белый магизм о Боге как обидали Лука 16-26 2 Коринфянам 5-10 21 боялся епископа больше чем Бога выполняя неблагочестивые указы смиряясь с несправедливостью ложью не смирял его приказания с Библией и с канонами не обличал с сыновним почтением беззакония епископа молчанием содействия его гибели и увеличению беззакония в церкви из-за боязни потерять место жалования быть переведенным на другой приход менее доходный Деяние 20-29-30 Ибо я знаю что по отшествиям моем войдут к вам лютые волки не щадящие стадо из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собой Иеремия 23.11 Ибо и пророк и священник лицемеры даже в доме моем не нашел нечестие их говорит Господь Малахий 1.6 22. Проповедовал не послушание Христу по Библии канонам и святым отцам а послушание духовнику то есть дороже поста и молитвы священнику и епископу даже если их поступки и речи явно не соответствовали писанию и канонам церкви зная что правящий архиерей сторонник экуминизма продолжал поминать его как настоящего епископа хотя по канонам он давно уже еретик знал что патриарх участвует в ССС всемирном совете церквей этом прообразе церкви антихриста сатанинской синагоги не обличал его и не обличал синод ввергающий всех доверившихся им в противоречие с основными канонами церкви категорически запрещающие молиться с еретиками дабы не унаследовать ту же участь 2 Иоанна 1.11 Деяния 26.28 Иеремия 5.31 Пророки пророчествуют ложь и священники господствуют при посредствии их и народ мой любит это что же вы будете делать после всего этого 29.23 Равнодушно относился к погибельному состоянию души собратьев священников не помогая им кротким обличением раскаяться в корыстолюбии приспособленчестве, пьянстве, безбожном поведении равнодушии к спасению людей находясь сам в таком же пагубном состоянии не трубил тревогу что церковь все еще пребывает в нераскаянном состоянии находится под проклятием патриарха Тихона который анафематствовал всех кто будет сотрудничать с врагами церкви Христовой декларация митрополита Сергия Острогородского бросила всех признавших эту предательскую декларацию в объятия гонителей наступило подлинное прелюбодейство церкви с необрезанными халдеями соглашался сотрудничать с органами КГБ доносительствовал открывал тайны и тайну исповеди из Ихилия 16.25 Иаков 4.4 нераскаянность в принятии той декларации ставит признавших ее вне церкви как заставляющая отказаться от всех умученных безбожной сатанинско-людоедской властью и заставляющая называть сынов церкви врагами и уголовниками Матфея 18.6 Исайя 18.7 Иеремия 2.26 И 24. Иеремия 2. Иеремия 2. Иеремия 2.7 Иеремия 3.7 Иеремия 2.7 Иеремия 3.7 пепликаюсь перед тобою, Господь и Бог мой, Иегова. Аллилуйя. Далее. На утренней заре духовной жизни я возлюбил учение Христа и мыслию и сердцем умиленным в те грубые бесправия времена. Один Христос смягчал людское сердце. Он юного меня учил любить, труждающихся всех обремененных, чем был бы я на старости. Как знать, когда б в те дни евангельского слова не снизошла мне в сердце благодать А.М. Жемчужников. Все. На этом закрыта тема события дня и все заканчиваю. Кто слушал до конца, дайте голос. Спасибо, Христос. О, вы меня утешили, что не все разбежались. Вот-вот какие должны быть священники. Слышали? Я этот материал буду скидывать, а вы потом увидите, когда будет стоять за сегодняшнее число 4 апреля. Смотрите, события на 4 апреля. И там на экране это все будет. А если меня попросите, я вам даже вышлю этот материал. Но мне лучше бы, чтобы это было по скайпу попросили, потому что я могу послать одним файлом. Все пока с Богом, дорогие мои. Это за мае, за 4 мая они отрели. Да, за 4 мая события дня. Вот этот ролик будет высовлен. Вот через неделю придет только, через слишком. Все с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok